добрый день с вами империи пик через сегодня покажу вам как нарисовать бобра карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами карандашиком hb аккуратненько намечаем силуэт бобра у нас будет изображена голова по левой стороне а тело обозначим просто как таким овалом схематически можно упростить до двух овалов и конечно же добавляем отличительный хвостик бобра такой довольно широкий крупный здесь вот в нижней части поэтому снизу оставляем расстояние чуть побольше по бокам должно быть одинаковое расстояние отрисовываем головку головка у нас будет такая овальненькая наметим мордочку аккуратненько немножко приоткрытый ротик можем наметить глазик и носик сразу глазик где-то вот здесь он будет посерединке носик с краешку он у нас виден боком наметила щечку далее перехожу намечаю грудь и затем добавляю лапку она будет также виде овала такого и будет состоит из двух частей одна более широкая которая к телу прикрепляется и другая более узенькая это собственно лапка грудь сделаем такой более плосковатой наметим передние лапки они у нас будут вот тут вот верхней части тела немножечко согнуты и имеют такую будет небольшую ширину а вторая лапка будет находиться немножечко позади на дальнем плане две лапки на соединяются друг с другом спереди у груди сами лапки тоже намечаем прорисовываем пальчики заднюю лапку продолжим отрисовывать и там тоже добавляем пальчики сложно сказать сколько по пальчиков у бобра я прорисовываю видимую часть примерно и он тут тоже такой треугольничек создадим нижней челюсти продолжаем прорисовывать спинку спинка будет довольно такой кругленькой от головы идет шейка и мы показываем изгиб от головы уже к спине намечаем такой небольшой горбик можно еще там в процессе добавить легкую волну чтобы линия была плавная красивая прорисовываем хвостик он тут посерединке будет проходить у него серединка тоже не намечаем легким треугольничком уточнили форму головки и добавляем маленькое ушко тоже такой треугольничек небольшой отлично в принципе наш рисунок готов мы убираем лишние линии начнем его сейчас штриховать кто не аккуратным раздельным штрихом немножко наклоненным по диагонали нам нужно добиться средней серого тона штриховать мы также можем и по направлению по форме самого бобра а пока вы штрихуете вам напомню что в нашей художественной школе открылось заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами так аккуратненько доштриховали берем карандашик помягче использую карандашик 2b начну с лапки задние начинаю и затемнять и создаю также поверхность шерстки такими коротенькими штришками делаю выхожу за краюшек показывая вот силуэт шерсти тоже по краю так мы придаем пушистость нашему бобру также и на передней лапке мы немножко затемним снизу и плавно переходим к шейке и затемняем промежуток между головой и спинкой тут в области шейки подушкам заштриховываем все те же короткие штришочки наслаиваем друг на друга немножко изменяя направление по форме бобра как у нас идет движение и шерстка также будет расти в одном направлении затемняем носик практически до черного делаем щечку потемнее черненький глазик оставляя там небольшой светленький блячок и видео кругляшочка вот этот выделим также щечку по правой стороне там добавим небольшие точечки из которых у нас будут расти маленькие усики также мы затемняем область от носика до глаза и в принципе вот эту лобную часть тоже соединяем со шейкой затем затемним ушко сделаем его на несколько тонов темнее чем шерстка чтобы она тоже выделялась затемню область вокруг глазика теперь плавненько перехожу нижнюю часть шейки где у нас находится ротик там тоже и затемню задняя лапка который на дальнем плане передняя лапка она будет потемнее чем до который на переднем плане находится мы затемняем ту которая вдалеке немножечко также затемняем ту которая спереди чуть посветлее нам будет между задней передней лапой создаем тень плавненько переходим в спинку нам в целом нашего бобра нужно немножко будет затемнить чтобы он был более такой темненький продолжаем наносить коротенькие штришочки по направлению одному движением получается вниз при штриховываем особенно вот заднюю лапку можно сделать потемнее чтобы выделить на фоне тела также затемняем ее здесь вот снизу ну а оставшаяся часть будет более светло-серого тона продолжаем заполнять всю спинку сейчас я стараюсь сделать одинаковый такой тон серенький темненький по краю прохожусь добавляю фактурку шерсти и далее до штифовую до хвостика шерсть таким вот аккуратненькими штришочками старайтесь их не делать слишком темными сильно не надавливайте ну немножечко можно доделаем лапку тут на переднем плане затемняем ее сделаем от нее плавный переход к спинке затемняем животик между лапками задней и передней а также покажем немножечко света по левой стороне лапки задней прострихуем пальчики лапку и затемним снизу чтобы показать тень чтобы у нас бобер был объемный нам необходимо добавить свет и тень получится у нас свет падает по левой стороне затемним этот головку в целом у нас уже стал такой тон более цельный темный серый я продолжаю просто добавлять кое-где затемнение чтобы показать шерстку тут вот на шейке затемняем вот особенно в местах где есть такое преломление то есть шла головку потом раз и шейка там будет уже шейка потемнее потом раз и в спинку уйдем она будет чуть светлее чем шейка добрались мы до хвостика его тоже начинаем затемнять аккуратненько и затем доделываем спинку тоже создаю послойность шерсти далее еще раз перехожу на головку и там немножечко добавляю несколько таких тональных пятнышек возле хвостика она переходит там тоже будет шесть которая немножечко нападает на хвостик далее мы простриховываем сам хвост и прорисовываем его так вот серединку и очищаем ластиком пространство вокруг чтобы у нас рисуночек был чистенький аккуратненький на чистом белом фоне в процессе когда рисуем особенно за столом он может рисунок затираться вы можете подложить листочек под ручку либо немного приподнимать руку от рисунка старайтесь как можно меньше елозить по нему но на самом деле это нормально что немножко затирается листик просто прочищаем его ластиком мы дорабатываем какие-то последние детальки и берем ластик для того чтобы показать свет на нашем бобре и мы также ластиком начинаем штриховать также как карандашиком такими вот движениями резкими прерывочными как будто бы мы подрезаем так шерстку получается такие как зигзаги потом сверху их можно карандашиком слегка притонировать чтобы смотрелось все таки целостно с шерстью с основной и не выпадала вперед слишком чтоб смотрелось более естественно ну и вот так вот у нас получается такая красота глазик можно немножко затемнить чтобы он там был по контрастнее то же самое можно сделать и с ушком почистим в области ротика тоже пространство и вот такой бобр карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице а ссылочку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok